Здравствуйте, мальчики и девочки! Меня, как всегда, зовут Василий Захаров. Как всегда, для канала AlkaFan я делаю всякие разные коктейли. Сегодня мы готовим коктейль, который называется «Радубы». Очень просто он называется, но не могу сказать, что так же просто готовится, потому что нам понадобится и шейкер, и некая сноровка с укладыванием слоями этого коктейля. Но, в общем и в целом, парочку тренировок, и я думаю, что у вас всё тоже обязательно получится. Никакой суперистории у этого коктейля нет, и даже больше скажу, как правило, такие коктейли придумываются ради подачи и так себе по вкусу. И это, ну, не могу сказать, что прямо исключение, что это прям гипервкусный коктейль. Но он, как минимум, не противен за счёт подачи, это уже на самом деле плюс. И, во-вторых, он содержит большое количество апельсинового сока, которое сглаживает и нивелирует, так сказать, все эти алкогольные какие-то там веяния, да, может быть, для кого-то неприятные. Поэтому, в целом, он получается как бы по итогу и красивый, и достаточно вкусный. Ну, как минимум на любителя, но, в принципе, наверное, да, наверное, он неплох. Для его приготовления нам понадобится гринадин-сироп, нам понадобится немного водки, нам понадобится немного ликёра блю кирасау апельсинового и кокосовый ликёр малибу. Некоторые ещё добавляют коконат, тоже такой некий кокосовый ликёр, но, в общем и целом, как бы вот этих четырёх ингредиентов достаточно для того, чтобы приготовить, и сок из безалкогольных, помимо сиропа, нам ещё понадобится апельсиновый сок. Мы в качестве апельсинового сока будем использовать прям натурально апельсина, потому что нужно нам его буквально там миллилитров 100-150, и как бы два апельсинчика 100-150 миллилитров вполне себе могут дать сока непосредственно. Итак, начнём приготовление. Для начала нам нужно положить немного льда на дно нашего бокала. Это нам нужно для того, чтобы когда мы остальные все слои наливали в этот бокальчик, у нас гринадин, который идёт туда первым слоем, он, соответственно, не перемешивался, потому что он как бы там внизу вместе со льдом. Итак, гринадина нам понадобится 20 миллилитров всего ничего. На самом деле, если вы не любите гринадин или не хотите лить именно гринадин, вы вольны добавить какой-нибудь другой сироп. Главное, чтобы он по плотности не уступал гринадину или хотя бы к нему приближался. То есть большое количество сахара должно быть, потому что он должен быть, повторюсь, в самом низу. И, соответственно, он должен быть красного цвета, потому что всё-таки коктейль называется радуга и выглядит именно так, как мы его сейчас и приготовим. Вторым слоем у нас идёт апельсиновый сачок сюда. Итак, мы выжмем немного апельсинового сока. Ничего сложного в этом нет. Я покажу вам, как. У нас есть вот такая вот чудесная давилочка, такой некий большой сквизер, который поможет нам с этим со всем делом справиться. Мы будем использовать стрейнер, дабы не попали всякие кожурки и всякие прочие штуки в наш коктейль. И, как видите, соответственно, у нас гринадин по-прежнему остаётся внизу. Если вы используете апельсиновый сок, то у апельсинового сока вам понадобится примерно где-то 100-150 миллилитров. В зависимости от того, в какой бокал вы всё это делаете. Но 150 миллилитров – это максимум, который туда влезет в ваш коктейльчик. Вторая порция. Если у вас там какие-то кожурки мешают процеживанию, можно вот так вот ложечкой помогать. И всё будет у вас хорошо обязательно. И буквально ещё половиночку. То есть нам даже не придётся выжимать целиком весь апельсин. Мы можем обойтись половинкой. Удачные в этот раз апельсинчики. Раз на раз не попадается, но сегодня мне определённо повезло. На местном рынке я достал очень хорошие апельсины. Вполне достаточно того количества. Даже у нас там чуть-чуть что-то осталось. Но, повторюсь, 100-150 миллилитров – это то, что нам нужно. И это всё мы откладываем в сторону. Значит, дальше нам понадобится шейкер. Нам понадобится шейкер для того, чтобы смешать три остальных ингредиента. Я очень люблю вот такие вот большие шарики класть, потому что можно положить один и, собственно, больше не задумываться о количестве льда. Оп! И готово. Вот такой вот шарик. Он у нас там один внутри, и нам его должно хватить. Дальше нам понадобятся наши три оставшиеся ингредиента. Мы начнём с водки. Водки нам нужно 50 миллилитров. Это то, что у меня осталось как раз. Надо прикупить водочки обязательно. Дальше идёт по нисходящей 30 миллилитров малибу. Кокосового ликёра и 20 миллилитров блю киросау. Блю киросау, естественно, окрашивает всё в голубой цвет. Если у вас там таял лёд, вы можете от него избавиться, от талой воды. Но у меня там ничего не успело растаять. Я переливаю мою смесь в шейкер и шейкую всё, что у меня там есть. Несколько энергичных встряхиваний вполне достаточно для того, чтобы перемешать то, что у нас получилось. И верхним слоем на наш сачок и на всё остальное, что у нас там есть, мы аккуратненько укладываем то, что у нас получилось в шейкере. Если вы боитесь, что у вас что-то смешается, вы можете вот так вот перевернуть ложечку. И, так сказать, методом вот таким вот наплыва алкоголя на ложку сделать вашу радугу. Готово. Так, нам осталось вставить пару трубочек. По желанию вы можете украсить ваш коктейль. Мы, например, украсим его прекрасной долькой прекрасного и сочного апельсина. Не выкидываешь же на самом деле апельсин. Аккуратненько его надрезаем. И вот таким вот образом мы получаем коктейль, который называется «Радуга». Достаточно популярный коктейль во всяких барах, ночных клубах, питьевых заведениях, благодаря тому, что красиво выглядит и, повторюсь, достаточно неплохо пьётся. Если вам не важна эстетическая красота, вы стремитесь поймать неповторимый вкус, то, конечно же, рекомендуется слегка перемешать. Потому что если вы начнёте пить трубочкой со дна, то вы в первую очередь будете пить гринадин, потом вы будете пить апельсиновый сок и потом вы будете пить алкоголь. Если вы не хотите этого, то вы можете перемешать вас в коктейль. Ну, так, чуть-чуть, буквально. Или вот таким вот движением. Очень, очень на самом деле освежает за счёт того, что там есть и лёдик, за счёт того, что там и апельсиновый сачок. И вот эта вот смесь алкогольная, да, она не ядрёная, она такая приятная, тем более вместе в сочетании со всем остальным. Пейте, пробуйте приготовить дома, по большому счёту несколько попыток и ничего сложного у вас обязательно получится. Меня, как всегда, зовут Василий Захаров, вы, как всегда, смотрите канал Алкофан. Подписывайтесь на нас, если вы ещё не с нами, если хотите узнать побольше о истории коктейлей и их приготовления. Подписывайтесь также на мою группу Настоящие Бармены. До скорых встреч, ребята, пока! Вкуснее, чем я думал. Всегда забываю трубочки, что за дела.